Проблема подготовки айтишников должна решаться комплексно. К такому решению пришел глава республики Егор Борисов после встречи с разработчиками игр для мобильных устройств и социальных сетей братьями Алексеем и Афанасием Ушницкими. Также Егор Борисов предложил провести расширенное совещание с участием айти-компаний. Подробнее об этом в следующем материале. В офисе Майтона идет разработка новых героев игры. В компанию ознакомиться с идеями и планами дизайнеров заходил Илдархан Егор Борисов. Как вы определяете, что получается определенная рентабельность? На каком уровне должен быть на рынке выходить? Где вы зафиксируете? Как это вы видите? Мы всегда что делаем? Мы сами в своей интуиции смотрим, выпускаем в этой стороне и смотрим, что происходит с игрой. Братья Ушницкие обратились к главе с просьбой рассмотреть вопрос об уменьшении налогов на прибыль и имущества для айти-компаний. Для нас все равно позволимое. Для тех, кого мы знаем, кто начинает, для них это очень дорого. У них аренда может стоить 10 тысяч рублей. Вы по-большому что-то набрали обороты, поэтому для вас терпимо. Для начинающих это очень дорого. Егор Борисов согласился с предложением Ушницких и отметил о необходимости создания площадки для будущих высококвалифицированных программистов и айти-специалистов, где будут проводиться семинары, конференции по компьютерной графике, курсы повышения. Также предложил стажировки и обучение за пределами республики. Уже в эти годы нам нужно создавать айти-центр. Это центр подготовки таких специалистов. Нам нужен айти-парк, чтобы наши школьники уже с малых лет могли ощущать себя в каком-то духе информационных технологий, вращаясь среди программистов, дизайнеров, сценаристов и так далее. И надеюсь, что в ближайшем будущем, в скором будущем мы будем видеть результаты наших айти-шников. Студент второго курса кафедры информационных технологий Георгий Антипин считает, что не обязательно быть программистом, это в первую очередь призвание. Он нашел себя в дизайнерстве игр, тщательно собирает портфолио и уверен, что без работы не останется. Мы видим, как замещаются расчеты, которые раньше производили человеческими умами. Сейчас всю эту работу можно перекинуть на компьютер. Я сам занимаюсь олимпиадами, также интересуюсь веб-технологиями и в данный момент обучаюсь делать какие-либо проекты. В кафедре обучаются по двум направлениям. С 2007 года фундаментальная информатика информационных технологий. С 2011 года информатика вычислительная техника. В год в среднем выпускается 30-40 дипломированных специалистов. Все трудоустраиваются в разных сферах, начиная от госучреждений до технопарка. По поддержке компаний в сфере информационных технологий, таких как преференции в области налогообложения, строительства ИТ-парка и так далее. Я надеюсь, что все предложения будут приняты к сведению Борису Мегурову Анасевичу. Сфера информационных технологий получит хорошую поддержку со стороны государства. Сегодня ИТ является ключевым звеном в развитии региона и страны. Эта отрасль в стороне не остается и есть большие преимущества. Возможно, в скором времени в Якутске состоится большая ИТ-конференция, где соберутся талантливые, продвинутые программисты и стартаперы, которые могли бы привлечь инвесторов со всей страны. По крайней мере, глава республики Егор Борисов дал поручение правительству разработать проект по проведению такого мероприятия. Нюргуяна Егорова, Вадим Гангевич, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск. Субтитры создавал DimaTorzok